И сегодня шестой день, шестой день нашего изучения просветания. И сегодня мы поговорим о нашем завете богатства. У нас есть завет с Богом, и в этом завете дается гарантия богатства. Давайте посмотрим наше первое местописание. Шестая глава второй книги про Липоменон. Наши сглории передачи записываются, и вы можете найти их в архиве на нашем сайте, kcm.org.ua. Выберите раздел интернет-передачи и найдите их. Я рекомендую пасторам проповедовать об этом в своих церквях. Знаете, вы получаете то, о чем вы проповедуете. Своим семьям. Да, своим семьям. Своим семьям проповедуйте об этом в своем семье. Можете использовать все эти местописания. Возможно, в эти дни многие семьи более открыты к тому, чтобы услышать что-то о процветании и о вере. Безусловно, безусловно. Поскольку, достигая предела своих возможностей, люди обычно поднимают свой взгляд вверх и говорят, «Боже, помоги нам». Глория? Сейчас для людей настали отчаянные времена, для людей, которые не знают о своем завете с Богом. И именно об этом мы сегодня поговорим. Мы должны знать, что есть в нашем завете. Нам нужно знать, как сильно Бог хочет нас благословить, как сильно Он хочет обеспечить нас. И это обеспечение – лишь часть того, что нам предложено. И в 22-м псалме сказано, что перед нами накрыт стол, ввиду врагов наших. Это хорошо, Джордж. Мы с вами можем жить в эти времена, процветая, а не выживая. Да. Мы можем преуспевать. Мы не будем терпеть поражения. Давайте откроем вторую книгу про Эльпоминон, 16-ю главу. В ней говорится о нашем завете богатства. Прежде всего, прочитаем 9-й стих. «Ибо, очи Господа, обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Это местописание о завете. И в одном из переводов сказано так. «Чтобы показывать себя сильным». Это слово «сильный» на иврите на самом деле означает «богатый». Бог хочет показать нам свое богатство. Он хочет продемонстрировать нам свое богатство. Знаете, Глория, я кое-что написал в своих заметках. И позвольте, я вам это прочитаю. Наш завет с Богом заключается в его безусловном обязательстве «оказать нам поддержку, защищать, охранять и обеспечивать нас». Он хочет обеспечивать нас. Нам предложен этот завет. И Бог, как я это называю, страстно и решительно относится к этому завету. Он решительно настроен дать это нам. Укорененный в любви. Это идет от его любви. Это идет от переполняющей любви, которую он испытывает к нам с вами. Чтобы дать это нам. Это демонстрация его любви. И этот завет обуславливает решимость найти его людей по завету и благословить их. Бог ищет по всей земле. И есть люди, которые отвергли его. Многие. Многие христиане. Рожденные свыше люди. Многие рожденные свыше. Они отвергли его. Они критиковали его. Потому что их учили другому. Критиковали. Но я хочу принять все, что Бог для нас приготовил. Мы на практике применяли это учение. Процветание. Нам следует как-то себя назвать. Практикующие процветание. Практикующие процветание. Мы с Кеннетом и вы с Терри уже давно практикуем процветание. Мы уже давно применяем это на практике. Какое-то время мы практиковали нищету. Но процветание лучше. Гораздо лучше. И все началось, когда я впервые начал слушать ваши с Кеннетом проповеди в 1975 году. Тогда я был еще студентом университета Урла Роберта. Я попросил Терри выйти за меня замуж. Затем поговорил с Кеннетом. То есть наоборот. Ты не хотел в пустую тратить свое время? Если бы она сказала нет, ты бы с ним не говорил? Но он послал мне все свои проповеди, какие у него были. Наверное, он подумал, что если я стану лишь членом этой семьи, то мне лучше узнать. Он послал тебе все записи. Лучше вести меня в курс дела. Все проповеди, какие у него были. Я начал их слушать Глории. Они буквально обновили мой разум в том плане, чтобы ходить в здоровье, в Божьем процветании. В том, чтобы узнавать об этом завете богатства, который заключен у нас с Богом. Это посвящение Бога нам является неугасающим посвящением по завету. Побуждающим Его опекать нас всем своим существом. И всем, что у Него есть. Да. Это потому, что Он благ, и Он есть любовь. И Он это делает. Он это делает здесь. Почему мы хотим делать добро нашим детям? Они наши дети. Они наши дети. Они родились от нас, и мы хотим их благословлять. Знаете, Глория, какое-то время тому назад Кеннет проповедовал о завете. Я помню, как он упоминал Давида и Мемфивосфея. Потому что Давид и Иоаннафан, отец Мемфивосфея, были связаны с заветом. Иоаннафан погиб в битве, а Давид также страстно относился к своему завету. Кто остался, сказал он, в доме Саула, кому я могу проявить любовь по завету? Он искал, искал и искал. Очи Давида искали по всей земле, чтобы найти кого-то, связанного с тем заветом Иоаннафана. И он нашел его. Он нашел его сына, Мемфивосфея. И он взял Мемфивосфея. И привели его из Ладевара в царский дворец. И Давид усадил его за царский стол. И это мое мнение, Глория. Я верю, что именно это вдохновило Давида на написание 22-го псалма. Потому что вот, Мемфивосфей, сидит за столом. Ввиду врагов своих. И стол полон богатства Давида. То же самое приготовил для нас Бог. Бог ищет вас. Он разыскивает вас. Да. Разыскивает вас. Так сказано в Библии. Очи Господа обозревают всю землю в поисках кого? Того, ради кого Он мог бы показать свою силу. И на пользу. Может, не очень точная цитата, но очень ли есть. Завет богатства, Глория. Это слово «сила» означает богатство. Давайте посмотрим книгу Второзакония. Восьмая глава книги Второзакония. В этом месте Писания снова говорится об этом завете богатства. О завете, который есть у нас с Богом. И это восхитительно. У нас есть завет с Богом. Восемнадцатый стих, восьмой главы книги Второзакония. Нет, давайте даже прочитаем семнадцатый стих. Семнадцатый. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвую утвердил отцам твоим». Бог дал нам силу приобретать богатство. Так сказано в Библии. Так сказано здесь. Знаешь, когда ты говоришь «помнишь», когда в Библии говорится «помните», я тоже кое-что вспоминаю. Вы помните. Я вспоминаю, как было до того, как мы узнали, что Бог дал нам силу приобретать богатство. Нам приходилось верить Богу о самом необходимом, о крошечном домике, чтобы оплатить аренду, заплатить за коммунальные услуги. Ю, Кен, это был долг, когда я вышла за Него замуж. Глория, ну вы помните дни, когда вы начинали, когда ваше мышление начало меняться? Вы преобразовывались... О, да. Это было Словом Божьим. Словом Божьим, которое вы слышали, и которое проникало в вас. И то же самое произошло со мной и с Терри. Мы осмелились поверить Ему. Да, осмелиться, осмелиться поверить Богу об этом. Аминь. Зачем Бог дал нам силу приобретать богатство? Здесь сказано, «Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он, клятвуя, утвердил Отцам Твоим». Я понимаю это двумя способами. Я понимаю, что Бог дает нам богатство, чтобы, во-первых, исполнить свой завет на земле. Да. Он исполняет свой завет на земле, чтобы в это время, в которое мы с вами живем, мы могли процветать. Это завет, который есть у Него с нами. Но Он также делает это для того, чтобы исполнить свою часть завета. Богатство – это Божья часть завета. Я помню, как Эннет учила заветия о том, как происходит взаимообмен, как мы обмениваемся с Богом в этом завете. Все, что у Него есть, все, чем Он является, принадлежит нам. И по условиям обмена в этом завете Он обязан дать это нам. Это происходит при взаимообмене по завету. И мы узнали все об этом взаимообмене по завету. Что если вы заключились с кем-то заветом, вы отдаете Ему все, что у вас есть. У нас есть завет с Богом. И Бог дал нам все. Все, что у Него есть. Все, что у Него есть. Все потребное для жизни и благочестия, сказано в Писании. Жизнь — это все, что вам нужно. И признаком этого завета Жизнь и благочестие является процветание. Безусловно. Есть одно замечательное местописание. Вам не обязательно его открывать. Позвольте, я прочитаю вам это место в новом живом переводе Библии. Там сказано, «Всегда помните, что это Господь, Бог ваш, дает вам силы, чтобы стать богатыми. И Он это дает, чтобы исполнить завет, который Он заключил с вашими предками». Он вынужден, Он решительно настроен. Мы кое-что унаследовали. И процветание является признаком этого завета. У вас в заметках есть это местописание. Мы не будем его открывать, но послушайте его. Это 13 стих 8 главы книги Захарии в новом живом переводе Библии. Там сказано, «Я спасу вас, и вы будете как символом, так и источником благословения». Мы символ благословения. Мы символ завета Божьего на земле. И именно для этого предназначено его богатство на нас. С помощью этого богатства Бог исполняет свой завет на земле и приводит к осуществлению того, что ему нужно. Например, это передача. Требуется много денег на трансляцию этой передачи. Я помню, как я был исполнителем директором. Ты помнишь, как приходили счета? Да, пришел счет к оплате за месяц. Глория, я помню тот день, когда пришел первый счет за передачу, когда я был исполнителем директором служения. Я посмотрел и запаниковал. Я просто пошел в здание церкви. Я ходил и молился. Затем созвонился с Кеннетом и сказал, «Только что пришел счет. Только что пришел счет». И Кеннет сказал мне, «Вы знаете Кеннета». «Джордж, переложи всю заботу об этом на Господа. Он наш обеспечитель». Я охватился за это слово. Требуется много денег для того, чтобы транслировать эти передачи. Для того, чтобы ездить по всему миру. Около миллиона долларов в месяц. Но видите, Бог дает нам богатство, чтобы исполнить свой завет. Мы с вами на этой передаче сейчас исполняем его завет на земле. Отче Господа обозревает всю землю. Он нашел того, кто будет проповедовать об этой части завета. Кто расскажет, что это воля Божия для вас ходить в его богатстве. Воля Божия ходить в его богатство. С Кеннетом удивительно жить. Я представляю. Он осознает, что он сын Источника. Он сын Источника. Аллилуйя. По-моему, это Марк Томас из Калифорнии впервые использовал это выражение. Разве это не хорошо «сыны Источника»? Вот кто мы, сыновья и дочери Источника. Давайте посмотрим еще несколько мест Писания в отношении завета и богатства. Откройте 28 главу книги Второзакония. Разве вам не нравится 28 глава книги Второзакония? Давайте посмотрим на это. 28 глава книги Второзакония. Она вся помечена. Боже мой. Мы питаемся и питаемся ей. У нее все отмечено желтым. И это наш завет с Богом. Христос искупил нас, послание Галатам 3.13, от клятвы и проклятия закона. То есть от проклятия нищеты, в том числе, чтобы мы могли ходить в благословение Авраама. Мы можем видеть благословение Авраама в 28 главе книги Второзакония. Я практически ежедневно питаюсь этими местами Писания. Я омываю и обновляю свой разум. Именно в этом мы ходим. Давайте посмотрим на пару примеров. Второй стих. 28 главы Второзакония. Там сказано. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Глория, эти благословения охватывают нас. Мы охвачены благословением. И послушайте другие переводы. В одном из переводов сказано. «Все эти благословения придут на вас и найдут вас». У вас это здесь. Я нашла. Послушайте это. «Все эти благословения придут на вас и найдут вас». Благословения ищут вас. «Все это нравится? Найдут вас». Какой это перевод? Перевод Брэндона. «Все эти благословения придут на вас и найдут вас». Аллилуйя. Глория, в нашей церкви есть одна женщина, и несколько недель назад она рассказывала мне свое свидетельство о том, что она получила письмо из Флориды, в котором пытались выяснить, те ли они люди, поскольку разыскивалась пара, у которой был банковский счет во Флориде, на котором были деньги, и они пытались их разыскать. Они даже не знали, что у них есть деньги во Флориде. Видите? Благословение, как здесь сказано, нашло их. Вот еще один перевод. В действительности это на иврите, и в нем сказано... Аллилуйя. «Все эти благословения настигнут вас». Это хорошо, не так ли? Они настигнут вас. Вероятно, многие думают, им легко говорить, они проповедники, их транслируют по телевизору, у них есть церковь и так далее. «А кто благословит меня?» Здесь сказано, что это не проблема. Бог может найти вас, Он может достичь вас, когда вы стоите в вере, все эти и пребываете в Слове Божьем, принимая. Когда вы настроены на принятие, Он вас найдет. Это здорово, Джордж. Я никогда раньше не видела этого местописания. Спасибо. Давайте посмотрим 11 стих 28 главы Второзакония. В синодальном переводе сказано, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». В одном переводе сказано, «Бог щедро одари тебя благами». «Щедро одари тебя благами». О, я верю в это. Разве это не прекрасно? Да. Аллилуйя. Он так сильно нас любит. Вот мое любимое местописание. Я не могу сказать, если вы видите, что на людях лежит благословение. Нет, нет. Становитесь в очередь за благословение. Из-за того, что вы видите в их гараже несколько машин или большой красивый дом. Когда я в церкви даю хорошее свидетельство о том, как кто-то благословлен, люди выкрикают в ответ, «Это происходит со мной постоянно». Это нравится? Я это запишу. «Это происходит со мной постоянно». «Это происходит со мной постоянно». Хорошо. Вот еще одно местописание в расширенном переводе. Там сказано, «Он сделает так, что у вас будет процветание с избытком». «Больше, чем вам нужно». «Процветание с избытком». Вот еще одно местописание. Это здорово. Мы читали это. 18 стих 5 главы книги «Экклезиаста». Перед выходом в эфир. Новый живой перевод. «Хорошо получать от Бога богатство и крепкое здоровье, чтобы наслаждаться этим». Разве не замечательно? Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Время нашей передачи подходит к концу, но я должен прочитать еще вот это местописание. Хорошо читать. Этим хорошо делился Рик Раннер, наш знаток греческого. Он сказал, «Джордж, у меня есть одно местописание, которое подтверждает пророчество Лероя Томпсона. Деньги приходят ко мне прямо сейчас». Послушайте это. Я слушаю. Лерой говорил, «Деньги приходят ко мне прямо сейчас». Это часть того завета, которое есть у нас с Богом. Послушайте это. Оно у вас есть в ваших заметках. Послание к евреям 10.35. Это часть нашего завета. Там сказано, «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И вот что сказал мне Рик Раннер. На греческом фраза «великое воздаяние» звучит как «мистоподосия». «Мистоподосия». Если разделить слово «мистоподосия», то получается слово «миста», что означает «платить», «зарплата», «деньги» или «плата». И слово «подосия», происходящее от слова «подос», то есть «по нашим ноги», и вот что сказал Рик. Это означает, что деньги буквально идут к вам, в вашем направлении. Или «деньги приходят ко мне прямо сейчас». Глория – это часть нашего завета с Богом. Я пропустил здесь ключевое слово. Здесь сказано «причитающаяся плата». Причитающаяся плата. Если вы не верите, если вы не пребываете в вере, если вы не сеете, вам ничего и не причитается, верно? Но мы сеятели, мы даятели, мы отдаем десятину. Послушайте вот это. Бытие 15.1. Бог сказал, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И в расширенном переводе сказано, «Я твой щит, твоя щедрая компенсация и твоя награда будет весьма велика». И помните, когда Лерой Томпсон был с нами много лет назад, во время собрания «30 дней славы», какое это было время? И тогда он сказал, «Я записал это в своей Библии, я никогда это не забуду». Он сказал, что на иврите это означает «Я твой быстро растущий денежный запас». Я в это верю. Видите? Очи Господа обозревают всю землю, чтобы увидеть, кому он может показать свое богатство. Благословен Господь. И в этом последнем месте Писания есть столько всего, что мы можем прочитать. Но в этом месте Писания, в 20 стихе 67-го псалма, в оригинале сказано, «Благословен Господь, который всякий день возлагает на нас благо». В одном из переводов сказано «Всякий день». «Всякий день». «Всякий день». Сказано, «Благословен Господь, день за днем Он осыпает нас благами». Рассчитываете на это? Да. Вы ожидаете этого? Вы верите в это? Я – да. Я – да. Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я ожидаю, как сказал Лерой Томпсон, «Я денежный магнит». Я денежный магнит. Я денежный магнит. Аминь. И я верю в это. Почему? Потому что благословение охватывает нас. Почему? Потому что Он – наш быстро растущий денежный запас. Почему? Потому что Он всякий день осыпает нас благами. Почему? Потому что награды весьма велика. У денег есть ноги, а они идут к вам. Леру рассказывал, как в тот день он стоял в очереди в магазине. Когда он получил это откровение, что деньги приходят. Он стоял в очереди, и человек, стоящий перед ним, сказал, «Деньги уходят». И Леру сказал, «Да, деньги уходят». И затем Господь, исправив его, сказал, «Нет, деньги приходят». Это наш завет с Богом. Хорошо, Джордж. До конца этой недели ты должен показать зрителям, как тянуть на себя рычаг, чему научил нас Лерой. Не рассказываем сегодня. Хорошо. В нужное время мы покажем вам, чему научил нас Лерой, о том, как тянуть на себя рычаг. Глория, у нас есть завет с Богом. Деньги приходят. И этот завет действует независимо от того, что происходит в экономике. Что бы ни происходило, этот завет работает для нас. Отец, мы стоим на основании этого завета. Мы верим в этот завет. Отец, мы благодарим Тебя. Да, Господь. Господь, за тот завет, который у нас есть, за завет богатства и процветания, который у нас есть. Во имя Иисуса. Мы восторг. Мы действуем в Царстве Небесном. Когда мы рождаемся свыше, вот чего многие не знают, как только мы рождаемся свыше, мы переносимся из Царства Тьмы из Царства Тьмы Верного. Из Царства Света. Да. И если мы будем уделять Богу время и внимание, мы войдем в этот свет, и Он покажет нам, как жить без болезней, без немощи, без какого-либо проклятия. Вы не обязаны быть ни под каким проклятием, если вы сделали Иисуса Господом своей жизни. Почему? Потому что Он понес проклятие за нас, сказано в Писании. Именно поэтому в этом цикле «Еще десять дней процветания» мы каждый день говорим на разные темы, относящиеся к Царству Божьему, к тому, как действует Царство Божье. Ищите же прежде Царство Божьего. Прежде. Прежде это важно. Ищите, это важно. Это значит, стремитесь к этому. Прежде чем стремиться к чему бы то ни было, стремитесь к Царству Божьему. Что это такое? То, как действует Бог. Аминь. Глория, на сегодняшней передаче я хочу поговорить о том, что является основанием для каждого верующего, как это было для меня, для вас, о результате Десятины. О, да. Давайте рассмотрим третью главу книги Малахии. Я снова повторю, что вы можете посмотреть наши с горе и передачи по интернету на нашем сайте. Они доступны. Поделитесь этим с вашей семьей, с вашей церковью. Поделитесь этим с вашей семьей, с вашей церковью. Пастора, служители. Вы можете проповедовать об этом. Это все вам доступно. Вы можете использовать все места Писания, о которых мы говорим. Я сама могу проповедовать об этом. Знаете, мы с Терри любим отдавать десятину. Мы делаем это с наслаждением. Каждый раз, когда в наш дом приходит умножение, мы в восторге, поскольку мы тут же берем первые 10% от него и отдаем обратно в Евангелие. Я знаю, что вы с Канетом уже много-много лет поступаете так в этом служении. Я уже говорил это на прошлой передаче, но повторю это еще раз. С 2007 года миссия Канета Копланда посеяла 40 миллионов долларов. С 2007 года. Слава Богу, подумайте об урожае. Просто удивительно, что было сделано. Мы отдаем десятину от служения, и также мы отдаем десятину лично. И одна из этих особенностей десятины – Глория. Я уже говорил об этом, но это главное, что для нас десятины – это страховка относительно наших денег. Наши финансы защищены. Они не иссякнут. Их не смогут украсть. Мы с Терри в прошлом были вовлечены в несколько операций с инвестициями, которые не очень удачно закончились. Но мы не потеряли свои деньги, напротив. Это благость и милость Божья. Поскольку эти деньги были посеяны как десятина, они защищены, они вернулись к нам в семикратном размере. Невозможно потерять с системой Царства Божьего. Но сегодня я хочу показать нам одну особенность в отношении десятины. Книга Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища. И хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Если вы посмотрите в свои заметки, Глория, я дал в них несколько переводов. В одном из переводов сказано, «Посмотрите, не открою ли я потоки небесные, и не изолью ли на вас благословение, пока вы не будете насыщены?» Еще в одном переводе сказано, «Я открою океаны небесные и затоплю вас». Потоп — это переполнение. Потоп. Мы видели потопы. Неисчислимое количество. Неисчислимое. Недавно по телевизору я видел одну местность в нашей стране, которую затопило. Вода была везде. Везде. И она все смывает. Вот стоит дом, и вдруг он раз и ушел. Но я хочу, чтобы мы здесь увидели связь. Это большая сила. Между благословением и потопом. Еще в одном переводе сказано, «Посмотрите, не открою ли я шлюзы небесные, и не изолью ли на вас благословение в избытке?» В новом живом переводе сказано, «Посмотрите, не распахну ли я шлюзы небесные, и не изолью ли столько благословения, что у вас не будет хватать для них места?» И сегодня на передаче я хочу поговорить и обсудить небесные шлюзы. Когда Бог говорит о том, что откроет окна небесные, шлюзы небесные, мы говорим о том, что мы стоим под этим открытым окном небесным. Когда, еще раз повторю, эти благословения просто переполняют нас. Когда я начал изучать и исследовать слово «окна», это привело меня сюда. давайте посмотрим седьмую главу книги «Бытия». Я начал изучать что-то в Библии об окнах небесных. И когда я проводил свое исследование, я обнаружил, что слово «окна» в третьей главе книги Малахии точно такое же, как и слово «окна» в седьмой главе книги «Бытия». И давайте откроем седьмую главу книги «Бытия» и прочитаем одиннадцатый стих. Начнем отсюда. «В шестисотый год жизни Ноевой...» Он долго жил, не так ли? Да. «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились». Это то же самое слово «окна», которое мы нашли в третьей главе книги Малахии. И оба эти слова, как в третьей главе книги Малахии, так и в седьмой главе книги «Бытия», означают «шлюзы». Шлюзы небесные. Потоп. И в двенадцатом стихе сказано. «И лился на землю дождь». «И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Здесь мы видим полную картину. Все горы. Давайте спустимся к семнадцатому стиху. Это потоп. В семнадцатый стих. Это время потопа. «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей». Благословение возвышает нас над землей. Какое-то местописание. Оно поднимает нас над мирской экономикой, над этой системой. Мы говорим о книге «Бытия» 7.17. Оно возвышает нас. И смотрите, восемнадцатый стих. «Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локсей поднялась над ними вода, и покрылись горы». Я верю, Глория, что это изображение результаты десятины. Да. Послушайте. Если заменить слово «вода» на слово «благословение», поскольку что сходит на дающего десятину? Что сходит с небес? Благословение. Главное благословение. Из шлюзов и окон небесных на нас сходит благословение. Я переписал это, заменяя слово «вода» на благословение. И получается вот что. Благословение, а на иврите благословение означает богатое, обильное, чрезмерное имущество Божие. Вот что означает. Богатое, обильное, чрезмерное имущество благословения усиливалось и весьма умножалось на земле, и ковчег плавал по поверхности благословения, и усилилось благословение на земле чрезвычайно. Мы читаем о благословении. Мы читаем о благословении, хлынувшем из отверстий небесных. «И усилилось благословение на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом этим благословением. На пятнадцать локтей поднялось над землей благословение, и покрылись горы благословением». Покрылись благословением. Итак, Глория, благословение. Слава Богу. «Отверстия небесные, когда вы отдаете десятину, это открывает отверстия небесные». И Господь говорит, «Испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка». Пятнадцать локтей Глория, это почти семь метров. От вершины самой высокой горы земля была покрыта водой на семь метров. И когда я это увидел, Господь показал мне картину благословения. Как потоп исходил из окон небесных, так и благословение исходит из окон небесных. Я смотрю сейчас вверх, то мне кажется, что от нас до потолка студии от шести до десяти метров. И если мы посмотрим вверх, Глория, то вот так высоко покрывает нас благословение. Слава Богу! В следующий раз, когда я буду в Колорадо, я буду мыть посуду, смотреть в окно на высокую гору, которая упирается в небо. И я буду помнить, что благословение выше и больше той горы. Оно превосходит. Оно выше той горы. Это здорово, не так ли? Вы можете взять пачку щитов и сказать, благословение выше этих щитов. Благословение выше горы. Слава Богу! По сути, оно на семь метров выше горы. Да. И благословение на семь метров выше самой высокой вершины. Это новая мысль для меня, Джордж. И мне она нравится. Большое спасибо. Самой высокой вершины. И это богато, обильное и чрезмерное имущество. Вот что принадлежит дающему десятину. Аминь. Сколько человек за этим столом дают десятину? Это сто процентов. Сто процентов. И знаете что? Я могу честно сказать, что нам никак не удавалось начать процветать, пока мы не начали отдавать десятину от того минимума, который у нас был. Это было немного, но когда мы прежде всего начали отдавать десятину, мы начали процветать и испытывать перемножение. И это открывает на нас отверстие небесное. Да. Я записал это в наших записях, Глори. Когда мы даем десятину, у нас есть все права требовать шквала благословений на наши дома. Это правда? Аллилуйя. Покрытые. И вы это делаете в первую очередь? Покрытые. В первую очередь. Если вы думаете, ну у меня не будет денег на продукты, тогда давайте десятину, и у вас будут деньги на продукты. И в те дни, о которых вы рассказывали, когда вы с Канатом жили в Талсе, этот вопрос даже не стоял. Как бы ни выглядели обстоятельства, десятина была на первом месте. Вы хотели держать эти окна открытыми. Да. Именно тогда мы получили откровение об этом. Насколько я помню, именно тогда мы начали. Но я также четко помню, как в те дни я шла в магазин с наличными. Это все, что у нас тогда было. Никаких больше чеков. Мы не могли себе это позволить. При мне были наличные. У меня были лишь наши наличные, и все. У нас не было кредитной карточки. Я не могла выписать чек, или я не хотела выписывать чек. Поэтому мне приходилось верить Богу с тем, что у меня было. И когда я шла в продуктовый магазин, я молилась на иных языках. Слава Богу. Особенно, когда я стояла в очереди к кассе. И мне никогда не приходилось выкладывать что-то из корзины. Конечно, я не шла в магазин, чтобы накупить все, что мне захотелось бы. Я не увлекалась, думая, я только куплю одно пирожное для Кеннета и одно пирожное для себя. И хватит. Нет, я слушала Господа и верила Богу, что Он покажет мне, что купить. Но, говорю вам, мне никогда не приходилось ничего выкладывать из корзины. И скажу вам еще одно. После того, как мы начали отдавать десятину, мы не очень долго оставались в такой ситуации. Мы вышли из нее, и до сих пор держимся подальше. Мы до сих пор испытываем преумножение. Вы никогда не перестанете испытывать преумножение. Если вы не перестанете давать десятину, вы не перестанете испытывать преумножение. Что бы ни делалось в этом мире, мы соединены с другим миром, и Он имеет господство над этим миром. Это факт, что вы с Канетом, и мы с Терри отдаем десятину. Между прочим, брат Коплан делился о том, как вы сидели и обдумывали процесс даяния десятины. Когда вы отдаете десятину, Бог может обеспечиваться. Он может удовлетворить все наши потребности, но только из отверстий небесных. Давайте посмотрим еще одно местописание. В 34 главе книги Иезекииля. Книга Иезекииля, 34 глава. Там есть еще один пример, Глория, о том, что исходит с небес. Я верю, что все самое лучшее от Бога сходит с небес в нашу жизнь, в вашу жизнь. Если вы даете десятину, ожидайте, что окна небесные будут открыты. Если вы не даете десятину, начните брать 10% от всего, что к вам приходит, и отдавайте как десятину, отдавайте ее Господу. Чтобы в доме моем была пища, говорит Господь. В 34 главе книги Иезекииля, в 25 стихе сказано «И заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение. И дождь буду не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои». Да, верно. И когда, извините, и когда мы говорили о дождях благословения, то речь шла не просто о небольшом дождике с неба. На иврите это означает «литься со страшной силой». О, мне это нравится. Слава Богу. Это и в заметках. В данном случае это дождь, который льется со страшной силой. Аллилуйя. Я не против, что благословение лило со страшной силой. Я могу это принять. Мы можем с этим справиться. Я даже нашел в словаре Вебстера слово «ливень». Это тоже в ваших заметках. «Обильное выпадение осадков из воздуха». Это шлюзы небесные. «Обильный приток». «Обильный». Мне это нравится. «Обильный, избыточный, щедрый, полный и богатый». Аллилуйя. И это также означает выпадение чего-то в больших и значительных количествах. Вот что принадлежит даящему десятину. Благословение приходит как потоп. Как поток. Как поток с небес. Сильный ливень, сходящий на нас. Слава Богу. И последнее предложение, которое я записал. Когда мы отдаем десятину, мы должны ожидать непрерывного излияния, нисходящего сильного и непрерывного потока обильного, щедрого, чрезмерного благословения и обеспечения из небесных отверстий. «Сложить это все вместе, и вот что вы получите». И вот что вы получите. Аллилуйя. Вот что вы получите. Это здорово, Джордж. И мы стоим под открытыми окнами небесными, принимая благословение, которое имеет для нас Бог. Какая это привилегия? Он не нуждается. Он не нуждается в деньгах. Какая же это привилегия, что Бог принимает наши десятины? Он примет эту десятину. А затем изливает на нас благословение. Слава Богу. И снова повторю. Это благословение переполняет. И Бог все равно дал нам то, что у нас было. Он дал нам основное. Да. Он дал нам большую часть. Да. И если мы хотим иметь приумножение, а мне нравится иметь приумножение, если мы хотим продолжать иметь приумножение, тогда мы берем 10% из основной массы, того, что Он нам дал, и поклоняемся им этим. Мы высвобождаем нашу веру. Мы вкладываем это в Его работу, в то, что Он говорит с этим делать. А затем мы испытываем еще больше приумножения. И у нас больше благословения. И у нас есть больше десятины. И мы делаем то же самое. И мы имеем больше благословения и больше десятины. Таким образом мы постоянно испытываем приумножение. Постоянно. Меня очень вдохновила Глория то, о чем вы проповедовали несколько лет назад. О благодати даяния. И о том, как важно для нас поклоняться Господу, нашим даяниям. Я принял и применил это в нашей церкви. И теперь каждый раз, когда мы собираем пожертвования в церкви, десятины пожертвований, мы выделяем время, чтобы вынести эти корзины вперед и поклоняться Господу нашим даяниям. Мы предлагаем это Ему, как живую жертву, и даем Ему возможность излить на нас благословение. Благословение, о котором говорится в книге Малахии 3.10. «Испытайте меня в этом, и я это сделаю», — говорит Господь. Он сказал, «Не открою ли я для вас отверстий или шлюзов небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» И послушайте, что еще Он сказал. «Я для вас запрещу пожирающим». Аминь. Слово «пожирающий» означает «тот, кто поедает семя». «Я запрещу пожирающим». И мы стоим на этом. Пожирающий не может прийти в наш дом. Иногда кажется, будто не успеете бы обернуться, как что-то ломается, или что-то происходит. Как дающим десятину, нам принадлежит то, что наши вещи защищены. Пожирающий не истребит у нас плоды земные. Как покупая новую технику, новый холодильник, телевизор или еще что-то, вы можете купить и страховку на него. Я знаю, о чем вы. В случае, если он сломается. Это гарантия. Мы придем и починим его, если вы ежемесячно будете платить столько-то. Мы даем десятину. И то же самое применимо и к десятине. Это гарантия. Это гарантия. Это благословение. В ней предусмотрены все случаи, слава Богу. И я узнала, что это правда. Мы отдавали десятину много лет, десятилетий, и у нас не ставало меньше. Слава Богу. Мы были благословлены, мы имели приумножение. Если что-то происходило, десятина покрывала это. Да. И мы стоим на этом. Мы стоим на основании завета о десятине. Здесь сказано, «Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваов. Я... Продолжайте. Я не могу вспомнить, как это называется, но это предоставляет вам гарантию. Если вы покупаете телевизор или холодильник... Гарантийный срок. Гарантийный срок. Да. Это предоставляет вам гарантию. Это гарантия. Это гарантия. Что об этом позаботятся. Да. И десятина предоставляет вам... Десятина – это ваша гарантия. Гарантию. Гарантию. Во имя Иисуса. Глория. Это все связано с десятиной и благословением Божьим. Но здесь сказано, «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих». На основании этого местописания я стоял вместе с людьми. Я верил Богу, чтобы они полный срок выносили ребенка, чтобы не было выкидыша. Аминь. Это преимущество. Это преимущество десятины. И затем сказано, «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную». И они увидят процветание Божьей на нас. Глория. Окна небесные открыты на нас с вами, как на дающих десятину. Благословение изливается. Это шквал с небес. Это поток, льющийся с небес. И мы покрыты на 7 метров выше самой высокой горы в нашей жизни. Эта гора покрыта благословением десятины. Аминь. Разве это не восхитительно? Аллилуйя, мне это нравится. Это так восхитительно. Слава Богу. Это гарантировано. У вас есть гарантийный срок, слава Богу. Удачный срок, Божьей. В вашей жизни есть срок гарантии. Но если вы не тренируете веру, вы можете отдавать десятину с плохим отношением, ворчая и говоря, «Я нуждаюсь в этом больше, чем Бог. Не знаю, почему моя жена хочет давать десятину». Тогда вы очень запутались. Нужно отдавать десятину в вере. Все, что мы делаем, мы должны делать в вере. Да. Мы должны брать Слово Божье, то, что об этом говорит Бог, и ухватиться за это. Именно. Настроиться на приумножение, как сказано в Писании. Согласиться с этим и говорить это. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Мы говорим о Божьем благоволении и о связи, которые Божье благоволение имеет с богатством. У Джерри Савейла было удивительное учение о благоволении Божьем. Да, у Джерри Савейла. Да, у Джерри Савейла. И многое из моего учения о благоволении Божьем взято от него. Но давайте кое-что повторим, прежде всего, о благоволении Божьем. Что такое благоволение Божье? Благоволение – это то же самое, что и благость. Это просто Божья доброта и Его помощь, оказывая нам всеми способами. И брат Джерри учил нас, что Божье благоволение приводит к повышению, восстановлению, почитанию, победе, признанию, предпочтительному отношению и сверхъестественному умножению в финансах и недвижимости. Это один из моментов, о которых говорил Джерри Савейла относительно сверхъестественного умножения. Благоволение Божье приносит сверхъестественное умножение финансов и недвижимого имущества, недвижимости, при этом независимо от экономической ситуации вокруг нас. На самом деле, эта земля не имеет влияния на Царство Небесное. Мы не подвержены влиянию времен. Времена подвержены влиянию Царства Божьего и веры, в которые мы ходим. Если вы будете верить о том, чтобы благоволение Божье действовало в вашей жизни, вы окажетесь в таком положении и в таких ситуациях, когда благоволение Божье будет буквально излито на вас. Люди будут относиться к вам по-другому. Они будут говорить, мы не обязаны это делать таким образом, но для вас... Это правда? Это... Благоволение. Благоволение Божье. Аминь. И Глория, к нам из Юканата Копланда приходит свидетельство за свидетельством о людях, для которых благоволение Божье сработало, и у которых долги были аннулированы по благоволению Божьему. Счета оплачивались по благоволению Божьему. И позвольте, я прочитаю вам следующее. Благоволение Божье – это когда Бог лично действует для вашей пользы, делает все необходимое для вашего процветания, благоденствия, преуспевания и успеха, для которого вы были сотворены. Это и есть благоволение Божье. Благоволение Божье будет побуждать людей действовать непривычным для них способом, чтобы благословлять вас, обеспечивать вас, помогать вам, способствовать вам и идти вам на особые ступки. И еще. Благоволение Божье прокладывает путь там, где нет пути, открывает двери там, где нет дверей, обеспечивает там, где нет обеспечения, и делает совершенно невозможные вещи посреди невозможных ситуаций. Да, аллилуйя. Это хорошо, Джордж. Итак, Глория, для сегодняшней передачи мы с вами должны исповедовать «Благоволение Божье прямо сейчас работает нам на пользу». Аминь. Благоволение Божье прямо сейчас работает нам на пользу. Прямо сейчас мы имеем благоволение. У нас есть благоволение. Мы имеем благоволение у Бога и человеков. Это всегда срабатывает для меня. Всегда. И у нас есть умножение. Видите, Иисус преуспел в премудрости и в любви у Бога и у человеков, как написано в Писании. И это доступно также и нам. Мы преуспеваем в любви и в благоволении у Бога. Давайте рассмотрим связь между благоволением Божьим в нашей жизни и финансовыми вопросами, вопросами недвижимости. Давайте посмотрим некоторые места описания. 83 Псалом, 12 стих. «Ибо Господь Бог и солнце и щит, Господь дает благодать, благоволение и славу, ходящих в непорочности, Он не лишает благ». Это наша часть. Это наша часть. Да, безусловно. Это нам нужно ходить согласно Слову Божьему. Это нам нужно ходить с Ним и в Нем. И сказано, что Бог дает благодать, благоволение и славу. Слава Божья. Исходя из всего, что мы изучали о славе Божьей, можно упростить это, сказав, что слава Божья – это присутствие Божье, обогащенное всеми благами. Да, верно. И здесь сказано, что Господь дает нам благодать, а Его благодать – это Его помощь. Он дает нам благодать, то есть Бог берет нас под свое крыло. И Он дает славу, присутствие Божье, весомое, обогащенное всеми благами. Знаете, наша семья провела вместе много рождественских вечеров. Обычно мы собираемся вместе на Новый год. На Рождество. На Рождество, спасибо. И каждый год, когда мы приходим к вам домой на Рождество, мы нагружены пакетами с подарками. Джон и Марти нагружены пакетами. Келли и Стив нагружены пакетами. А теперь и Джереми и Сара, и Рэйчел и Кэллип, Коуди и Обри и Дженни. У нас появляются новые пары. Новые пары. Господь благословляет нас в семье. Это весело. Мы приносим эти пакеты, и вдруг место под елкой заполняется благословением. Иногда, Глория, когда мы открываем подарки, я стою и наблюдаю за всеми. Мы передаем подарки и открываем их. Глория, это изображает Бога. Да, это захватывающе. Это отображение того, как Бог дает нам благоволение. И здесь сказано, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Так что благоволение Божье означает Бога, изливающего свою благость, свои финансы, свое недвижимое имущество. И это очень хорошо. Ты когда-нибудь видел кого-то в нашей семье, кто сказал бы, «Я получил три подарка, и я больше не хочу». Нет, не видел. Нет. Я не буду больше принимать подарки, так как я не хочу перестараться. Я никогда такого не видела. Дайте мне следующее. Вы можете себе представить, как это будет выглядеть теперь, когда мы принесем на Рождество малышку Айли и малыша Джастиса, и вокруг них будет гора подарков. Чем больше людей в семье, тем выше гора подарков. Да. Это отображение Бога. Это отображение Бога. И того, что Он для нас делает. Это превосходно. В 43-м псалме, 43-й псалом, 4-й стих, мы говорим о недвижимости. Там сказано, «Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не мышца их спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Речь идет о сынах Израилевых, овладевающих чем? Землей. Недвижимостью. Десницей Божьей. Ведь здесь так сказано, десницей Господа. «Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Видите? Благоволение Божье работает нам на пользу, и оно приносит в ваш дом финансы. Оно приносит в наш дом недвижимость. Мне нравится 23-й стих, 33-й главы книги Второзакония. О Нефалиме сказано, «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословением Господа, море и юг, во владении Его». Так что благоволение Божье работает нам на пользу. Запад и юг. Благоволение Божье действовало в этом служении многие годы. Да. Мы видели это горе. Мы видели благоволение Божье. Да. Вы помните, когда мы работали над административным зданием, над зданием здесь, в центральном офисе, в Техасе, нам пришлось на какое-то время приостановить работы, поскольку вы с Кеннетом не берете денег в долг. Это служение не берет денег в долг. И мы вместе верили Богу, и Он обеспечивал наши нужды. Кеннет говорил о прекращении строительства зданий, потому что мы хотели использовать финансы для евангелизации. И однажды на нашей территории появился человек с машиной, которая была просто нагружена гипсокартоном. Совершенно верно. И он спросил Ричарда, вашего брата, который руководил всем строительством и хозяйственными работами. Он спросил Ричарда, что с этим делать? Ричард удивился, откуда это взялось? Где заказ на это? Но заказа не было. Это просто появилось. Это благоволение Божье. Я это помню. Верно, совершенно верно. Благоволение Божье. Это потрясающе, не так ли? Мы так и не узнали, откуда это взялось, насколько я помню. Мы до сегодняшнего дня не знаем, откуда это взялось. И здесь такое происходит постоянно. Такое постоянно происходит в церкви. Такое происходит с нами лично. Нам лично что-то дарят. Это благоволение Божье. Это Бог прокладывает путь там, где нет пути. И мы должны верить Богу о Его благоволении. Мы должны стремиться к этому. Мы бы до сих пор выплачивали бы проценты за то здание, если бы мы взяли деньги в долг тогда. До сегодняшнего дня. А мы переехали в то здание еще в 1986 году. Сейчас, в 2012-е. И нам все эти годы не пришлось платить. Благо Богу. Но Господь обеспечил. Господь снабдил нас. И Его благоволение. Вы можете ходить с благоволением Божиим, куда бы вы ни пошли. Какое благословение? Куда бы вы ни пошли. В новом живом переводе Библии, в 33-й главе книги Второзакония сказано, «Ты обогащен благоволением и исполнен благословение Господа, да будешь ты владеть западом и югом». Я обогащен благоволением Божиим. Видите, это часть нашего завета. Благоволение является частью завета, которая есть у него с нами. И это благоволение доступно нам. Запад и юг. Мне это нравится. Это мои любимые направления. Аллилуйя. На западе и на юге. Владей имя, сказал он. Возможно, нас сейчас смотрят люди, которые занимаются недвижимостью. Или, возможно, кто-то пытается купить землю. Благоволение Божие может сработать для вас. Чарльз Кэпс. Чарльз просто удивителен, когда доходит до исповедания Слова Божьего. Когда я рядом с Чарльзом Кэпсом, это меня так вдохновляет. Когда я его слушаю, разговариваю с ним, разговариваю об исповедании Слова Божьего. И он рассказывал в своих сделках, когда он приобретал землю по удивительно дешевым ценам. Когда дело касается недвижимости, на этом человеке есть благоволение Божье. Но я в этом кое-что вижу, Гория. Мы должны развивать себя в этом. Мы должны развивать себя в благоволении Божьем, веря о благоволении. И знаете что? Я постоянно снова и снова проповедую о благоволении Божьем в своей пастве, в нашей церкви. Потому что это то, что мы не должны забывать. Да. Это сильно. Мы не должны отпускать Это мощная сила. Благоволение Божье. Вы обогащены. Глория Копланд, вы обогащены благоволением и исполнены благословения Господь. Джордж, я в это верю. Я в это верю. Вы обогащены. Вы обогащены. Благословением Господь. Благоволением и благословением. Когда израильтяне вышли из Египта, 21 стих 3 главы книги Исход, это есть в тех заметках, там сказано, «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Аллилуйя. «И не было в коленах их болящего и ни одного нищего», как сказано в оригинале на Иврите. «Не было в их коленах». Что это было, Глория? Это было благоволение. Благоволение Божье. Это было благоволение Божье, которое заставило египтян сдаться. Захотеть срочно избавиться от них. Сдаться. И просто избавиться от них. Египтяне сказали, «Берите это и уходите». Они нагрузили их серебром и золотом. Да. Разве это не впечатляет? Серебром и золотом. Мне нравится новый живой перевод Библии. Там сказано, «Я позабочусь, чтобы египтяне хорошо к вам отнеслись. Они нагрузят вас подарками, так что вы уйдете не с пустыми руками». Это богатство грешников, которое сберегается для праведного. И это благоволение Божье на нас. Дает нам возможность принимать его. Иосиф, посмотрите на вторую страницу. Когда мы покинем эту землю, во время ли восхищения церкви, или раньше, мы не должны уходить с пустыми руками. Мы должны оставить здесь много всего для нашей семьи. Доброе оставляет наследство и внукам. Своим внукам. Да. Аминь. Да. Аллилуйя. Слава Богу. Это, безусловно, по Библии. И вы знаете, что в том месте Писания, которое я только что процитировал, сказано, «Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Потрясающе. Иосиф – хороший пример человека, на котором было благоволение Божьего. Действительно. Глория, на каком бы низком уровне он ни находился, благоволение Божье достигало его и там. Он был рабом, и благоволение Господне было на нем постоянно. Я верю, и у меня есть такое сильное чувство, что сейчас среди наших телезрителей есть люди, которые чувствуют себя рабами. Если вы позволите благоволению Божьему работать внутри вас, оно вас поднимет. Оно вас поднимет. Да. Оно поднимет вас, когда вокруг будет голод. Иосиф. Мы не будем читать здесь все, но в 39 главе книги Бытия сказано, «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах». А дальше говорится, «И с того времени, как он, Патифар, начальник телохранителей, поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господня на всем, что он имел, в доме и в поле». И в последней строке Глории в одном из переводов сказано, «Иосиф же был благочестивым человеком и имел благоволение». Благоволение Господне было на нем. И хотя потом его бросили в темницу, Бог вывел его оттуда, благоволение было на нем. И он стал правой рукой фараона. Все, кроме одного престола, было под ответственностью Иосифа. «Разве Иосиф также не был главным в темнице после того, как его туда бросили?» Куда бы он ни попал, у него было благоволение Божье. Он имел благоволение у начальника темницы. Он имел благоволение у Патифара. Он имел благоволение у фараона. Он имел благоволение Божье. И сказано, что Иосиф был успешным человеком. Иосиф нашел благоволение. Аллилуйя, это потрясающе. И Глория. В Евангелии от Луки в четвертой главе Иисус сказал следующее, «Нду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». «Лето Господне благоприятное» — это год, когда все долги аннулировались в обществе израильском. Это был юбилей, юбилейный год. Но посмотрите, что сказано в расширенном переводе. Там сказано «Проповедовать приятный желанный год Господень, тот день, когда спасение, доступное благоволение Божье, имеется в изобилии». Доступное благоволение Божье имеется в изобилии. Я прочитаю последнюю строчку. В 21 стихе сказано, в Евангелии от Луки, 4 главе, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это слова Иисуса. Глория. Я верю, что это желанный год Господень. 2012-й — это юбилейный год. 2012-й — это год доступных благоволений Божьих, которые в изобилии в нашей жизни. Благоволение Божье работает для нас и приносит в наш дом неописуемое богатство. Каждый год. Для нас каждый год. Каждый год. Юбилейный. Это год благоволения Божьего ради того, что совершил Иисус. 2010-й был годом благоволения Божьего. 2011-й был годом благоволения Божьего. И знаете, ну, 2012-й — это год благоволения Божьего, когда благоволение Божье имеется в избытке. В избытке. Это хорошо. Избытке. Верно. Что касается нас, мы пребываем в этом благоволении с тех пор, как родились свыше. Иисус приобрел это для нас. Мы делаем Его Господом нашей жизни. Мы рождаемся свыше. Да. Царство Божье. Где широко доступно благоволение Божье. Глория. Поскольку мы начали развивать эту тему, у меня есть еще пару мест писаний. Посмотрите в свои заметки. 13-й стих 5-го псалма. Благоволение. Да, верно. Венчаешь его. В 9-м стихе 14-й главы притчи сказано. А посреди праведных — благоволение. 14-й стих 2-й главы Евангелия от Луки. В оригинале сказано «к человекам благоволение». И во 2-м стихе 12-й главы книги Бытия в расшильном переводе сказано «Бог благословляет нас щедрым приумножением своего благоволения». Так что у нас есть благоволение, и оно приумножается. Оно умножается. Благоволение Божье умножается на нас. Я верю в это, слава Богу. Разве ты не много лет поступаете так в этом служении? Я уже говорил это на прошлой передаче, но повторю это еще раз. С 2007 года миссия Каннета Копланда посеяла 40 миллионов долларов. С 2007 года. Слава Богу. Подумайте об урожае. Просто удивительно. Что было сделано? Мы отдаем десятину от служения, и также мы отдаем десятину лично. И одна из этих особенностей десятины, Глория, я уже говорил об этом, но это главное, что для нас десятины – это страховка относительно наших денег. Наши финансы защищены. Они не иссякнут. Их не смогут украсть. Мы с Терри в прошлом были вовлечены в несколько операций с инвестициями, которые не очень удачно закончились. Но мы не потеряли свои деньги, напротив. Это благость и милость Божья. Поскольку эти деньги были посеяны как десятина, они защищены, они вернулись к нам в семикратном размере. Невозможно потерять с системой Царства Божьего. Но сегодня я хочу показать нам одну особенность в отношении десятины. Книга Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, – говорит Господь Саваоф, – «Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Если вы посмотрите в свои заметки «Глория», я дал в них несколько переводов. В одном из переводов сказано, «Посмотрите, не открою ли я потоки небесные, и не изолью ли на вас благословения, пока вы не будете насыщены?» Еще в одном переводе сказано, «Я открою океаны небесные и затоплю вас». Потоп – это переполнение. Потоп. Мы видели потопы. Неисчислимое количество. Неисчислимое. Недавно по телевизору я видел одну местность в нашей стране, которую затопило. Вода была везде. Везде. И она все смывает. Вот стоит дом, и вдруг он раз – и ушел. Я хочу, чтобы мы здесь увидели связь. Это большая сила. Между благословением и потопом. Еще в одном переводе сказано, «Посмотрите, не открою ли я шлюзы небесные, и не изолью ли на вас благословения в избытке?» В новом живом переводе сказано, «Посмотрите, не распахну ли я шлюзы небесные, и не изолью ли столько благословения, что у вас не будет хватать для них места?» И сегодня на передаче я хочу поговорить и обсудить небесные шлюзы. Когда Бог говорит о том, что откроет окна небесные, шлюзы небесные, мы говорим о том, что мы стоим под этим открытым окном небесным, когда, еще раз повторю, эти благословения просто переполняют нас. Когда я начал изучать и исследовать слово «окна», это привело меня сюда. Давайте посмотрим седьмую главу книги «Бытия». Я начал изучать что-то в Библии об окнах небесных. И когда я проводил свое исследование, я обнаружил, что слово «окна» в третьей главе книги «Малахии» точно такое же, как и слово «окна» в седьмой главе книги «Бытия». И давайте откроем седьмую главу книги «Бытия» и прочитаем одиннадцатый стих. Начнем отсюда. «В шестисотый год жизни Ноевой» Он долго жил, не так ли? Да. «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, «И окна небесные отворились». Это то же самое слово «окна», которое мы нашли в третьей главе книги «Малахии». И оба эти слова, как в третьей главе книги «Малахии», так и в седьмой главе книги «Бытия» означают «шлюзы». Шлюзы небесные. Потоп. И в двенадцатом стихе сказано. «И лился на землю дождь». «И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Здесь мы видим полную картину. Все горы. Давайте спустимся к семнадцатому стиху. Семнадцатый стих. Это время потопа. «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей». Благословение возвышает нас над землей. Какое-то местописание. Оно поднимает нас над мирской экономикой, над этой системой. Мы говорим о книге «Бытия» 7.17. Оно возвышает нас. И смотрите, восемнадцатый стих. «Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локсей поднялась над ними вода, и покрылись горы». Я верю, Глория, что это изображение результата десятины. Да. Хорошо. Послушайте, если заменить слово «вода» на слово «благословение», поскольку что сходит на дающего десятину? Что сходит с небес? Благословение. Главное благословение. Из шлюзов и окон небесных на нас сходит благословение. Я переписал это, заменяя слово «вода» на «благословение». И получается вот что. Благословение, а на иврите «благословение» означает «богатое, обильное, чрезмерное имущество Божие». Вот что означает. «Богатое, обильное, чрезмерное имущество Благословения усиливалось и весьма умножалось на земле. И ковчег плавал по поверхности Благословения. И усилилось благословение на земле чрезвычайно». Мы читаем о благословении. Мы читаем о благословении, хлынувшем из отверстий небесных. «И усилилось благословение на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом, этим благословением. На пятнадцать локтей поднялось над землей благословение, и покрылись горы благословением». Покрылись благословением. Итак, Глория. «Благословение, отверстия небесные, когда вы отдаёте десятину, это открывает отверстия небесные». «И Господь говорит, испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка». Пятнадцать локтей Глория, это почти семь метров. От вершины самой высокой горы земля была покрыта водой на семь метров. И когда я это увидел, Господь показал мне картину благословения. «Как потоп исходил из окон небесных, так и благословение исходит из окон небесных». Я смотрю сейчас вверх, то мне кажется, что от нас до потолка студии от шести до десяти метров. И если мы посмотрим вверх, Глория, то вот так высоко покрывает нас благословение. «Слава Богу!» В следующий раз, когда я буду в Колорадо, я буду мыть посуду, смотреть в окно на высокую гору, которая упирается в небо. И я буду помнить, что благословение выше и больше той горы. Оно превосходит. Оно выше. Оно выше той горы. Это здорово, не так ли? У меня мурашки похожи. Вы можете взять пачку щитов и сказать, «Благословение выше этих щитов». «Благословение выше горы». «Слава Богу!» По сути, оно на семь метров выше горы. Да. И благословение на семь метров выше самой высокой вершины. Это новая мысль для меня, Джордж. И мне она нравится. Большое спасибо. Самая высокой вершины. И это богато, обильное и чрезмерное имущество. Вот что принадлежит дающему десятину. Аминь. Сколько человек за этим столом дают десятину? Это сто процентов. Сто процентов. И знаете что? Я могу честно сказать, что нам никак не удавалось начать процветать, пока мы не начали отдавать десятину от того минимума, который у нас был. Это было немного, но когда мы прежде всего начали отдавать десятину, мы начали процветать и испытывать принадлежение. И это открывает на нас отверстие небесное. Да. Я записал это в наших записях, Глория. Когда мы даем десятину, у нас есть все права требовать шквала благословений на наши дома. Это правда? Аллилуйя. Покрытые. И вы это делаете в первую очередь? Покрытые. В первую очередь. Если вы думаете, ну у меня не будет денег на продукты, тогда давайте десятину. И у вас будут деньги на продукты. И в те дни, о которых вы рассказывали, когда вы с Канетом жили в Талсе, этот вопрос даже не стоял. Как бы ни выглядели обстоятельства, десятина была на первом месте. Вы хотели держать эти окна открытыми. Да. Именно тогда мы получили откровение об этом. Насколько я помню, именно тогда мы начали. Но я также четко помню, как в те дни я шла в магазин с наличными. Это все, что у нас тогда было. Никаких больше чеков. Мы не могли себе это позволить. При мне были наличные. У меня были лишь наши наличные, и все. У нас не было кредитной карточки. Я не могла выписать чек, или я не хотела выписывать чек. Поэтому мне приходилось верить Богу с тем, что у меня было. И когда я шла в продуктовый магазин, я молилась на иных языках. Слава Богу. Особенно, когда я стояла в очереди к кассе. И мне никогда не приходилось выкладывать что-то из корзины. Конечно, я не шла в магазин, чтобы накупить все, что мне захотелось бы. Я не увлекалась, думая, я только куплю одно пирожное для Кеннета и одно пирожное для себя. И хватит. Нет, я слушала Господа и верила Богу, что Он покажет мне, что купить. Но говорю вам, мне никогда не приходилось ничего выкладывать из корзины. И скажу вам еще одно. После того, как мы начали отдавать десятину, мы не очень долго оставались в такой ситуации. Мы вышли из нее, и до сих пор держимся подальше. Мы до сих пор испытываем приумножение. Вы никогда не перестанете испытывать приумножение. Если вы не перестанете давать десятину, вы не перестанете испытывать приумножение. Что бы ни делалось в этом мире, мы соединены с другим миром, и он имеет господство над этим миром. Это факт, что вы с Канетом, и мы с Терри отдаем десятину. Между прочим, брат Коплан делился о том, как вы сидели и обдумывали процесс даяния десятины. Когда вы отдаёте десятину, Бог может обеспечивать. Он может удовлетворить все наши потребности, но только из отверстий небесных. Давайте посмотрим ещё одно местописание. В 34 главе книги Иезекииля. Книга Иезекииля, 34 глава. Там есть ещё один пример, Глория, о том, что исходит с небес. Я верю, что всё самое лучшее от Бога сходит с небес в нашу жизнь, в вашу жизнь. Если вы даёте десятину, ожидайте, что окна небесные будут открыты. Если вы не даёте десятину, начните брать 10% от всего, что к вам приходит, и отдавайте как десятину, отдавайте её Господу. Чтобы в доме моём была пища, говорит Господь, в 34 главе книги Иезекииля, в 25 стихе сказано, «И заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение. И дождь буду ниспосылать в своё время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои». Да, верно. И когда мы говорили о дождях благословения, то речь шла не просто о небольшом дождике с неба. На иврите это означает «литься со страшной силой». О, мне это нравится. Это и в заметках. В данном случае это дождь, который льётся со страшной силой. Аллилуйя. Я не против, что благословение лилось со страшной силой. Я могу это принять. Мы можем с этим справиться. Я даже нашёл в словаре Вебстера слово «ливень». Это тоже в ваших заметках. «Обильное выпадение осадков из воздуха». Это шлюзы небесные. «Обильный приток». Обильный. Мне это нравится. «Обильный, избыточный, щедрый, полный и богатый». Аллилуйя. И это также означает выпадение чего-то в больших и значительных количествах. Вот что принадлежит даящему десятину. Благословение приходит как потоп. Как поток. Как поток с небес. Сильный ливень, сходящий на нас. Слава Богу. И последнее предложение, которое я записал. Когда мы отдаём десятину, мы должны ожидать непрерывного излияния, нисходящего сильного и непрерывного потока обильного, щедрого, чрезмерного благословения и обеспечения из небесных отверстий. Сложить это всё вместе, и вот что вы получите. И вот что вы получите. Аллилуйя. Вот что вы получите. Это здорово, Джордж. И мы стоим... Я это понимаю. ...под открытыми окнами небесными, принимая благословение, которое имеет для нас Бог. Какая это привилегия? Он не нуждается. Он не нуждается в деньгах. Какая же это привилегия, что Бог принимает наши десятины? Он примет эту десятину. А затем изливает на нас благословение. Слава Богу. И снова повторю. Это благословение переполняет. И Бог всё равно дал нам то, что у нас было. Он дал нам основное. Да. Он дал нам большую часть. Да. И если мы хотим иметь приумножение... А мне нравится иметь приумножение. Если мы хотим продолжать иметь приумножение, тогда мы берём 10% из основной массы, того, что Он нам дал, и поклоняемся им этим. Мы высвобождаем нашу веру. Мы вкладываем это в Его работу, в то, что Он говорит с этим делать. А затем мы испытываем ещё больше приумножения. И у нас больше благословения. И у нас есть больше десятины. И мы делаем то же самое. И мы имеем больше благословения и больше десятины. Таким образом, мы постоянно испытываем приумножение. Постоянно. Меня очень вдохновила Глория то, о чём вы проповедовали несколько лет назад. О благодати даяния. И о том, как важно для нас поклоняться Господу нашим даяниям. Я принял и применил это в нашей церкви. И теперь каждый раз, когда мы собираем пожертвования в церкви, десятины пожертвований, мы выделяем время, чтобы вынести эти корзины вперёд и поклоняться Господу нашим даяниям. Мы предлагаем это Ему, как живую жертву, и даём Ему возможность излить на нас благословение. Благословение, о котором говорится в книге Малахи 3.10. «Испытайте Меня в этом, и Я это сделаю», — говорит Господь. Он сказал, «Не открою ли Я для вас отверстий или шлюзов небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» И послушайте, что ещё Он сказал, «Я для вас запрещу пожирающим». Аминь. Слово «пожирающий» означает «тот, кто поедает семя». «Я запрещу пожирающим». И мы стоим на этом. Пожирающий не может прийти в наш дом. Иногда кажется, будто не успеете вы обернуться, как что-то ломается, или что-то происходит. Как дающим десятину, нам принадлежит то, что наши вещи защищены. Пожирающий не истребит у нас плоды земные. Как покупая новую технику, новый холодильник, телевизор или ещё что-то, вы можете купить и страховку на него. Я знаю, о чём вы. В случае, если он сломается. Это гарантия. Мы придём и починим его, если вы ежемесячно будете платить столько-то. Мы даём десятину. И то же самое применимо и к десятине. Это гарантия. Это гарантия. Это благословение. В ней предусмотрены все случаи, слава Богу. И я узнала, что это правда. Мы отдавали десятину много лет, десятилетий, и у нас не ставало меньше. Слава Богу. Мы были благословлены. Мы имели приумножение. Если что-то происходило, десятина покрывала это. Да. И мы стоим на этом. Мы стоим на основании завета о десятине. Здесь сказано, «Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. Я не могу вспомнить, как это называется, но это предоставляет вам гарантию. Если вы покупаете телевизор или холодильник... Гарантийный срок. Гарантийный срок. Это предоставляет вам гарантию. Это гарантия. Это гарантия. Что об этом позаботятся. Да. И десятина предоставляет вам гарантию во имя Иисуса. Глория. Это все связано с десятиной и благословением Божьим. Но здесь сказано, «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих». На основании этого местописания я стоял вместе с людьми. Я верил Богу, чтобы они полный срок выносили ребенка, чтобы не было выкидыша. Аминь. Это преимущество. Это преимущество десятины. И затем сказано, «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную». И они увидят процветание Божьей на нас. Глория. Окна небесные открыты на нас с вами, как на дающих десятину. Благословение изливается. Это шквал с небес. Это поток, льющийся с небес. И мы покрыты на 7 метров выше самой высокой горы в нашей жизни. Эта гора покрыта благословением десятин. Аминь. Разве это не восхитительно? Аллилуйя, мне это нравится. Это так восхитительно. Слава Богу. Это гарантировано. У вас есть гарантийный срок, слава Богу. Удачное слово, Боже. В вашей жизни есть срок гарантии. Но если вы не тренируете веру, вы можете отдавать десятину с плохим отношением, ворчая и говоря, «Я нуждаюсь в этом больше, чем Бог. Не знаю, почему моя жена хочет давать десятину». Тогда вы очень запутались. Нужно отдавать десятину в вере. Все, что мы делаем, мы должны делать в вере. Да. Мы должны брать Слово Божье, то, что об этом говорит Бог, и ухватиться за это. Именно. Настроиться на приумножение, как сказано в Писании. Согласиться с этим и говорить это. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Поскольку я верю, что в этом и есть само сердце процветания. Я это принимаю. Что то, о чем мы сегодня говорим, и есть сердце процветания. В чем суть того, о чем мы здесь говорим? Глория, я по природе любитель писать. Я все записываю. Но ты можешь и читать свои записи, это важно. Да. И когда я только начал здесь работать, в 1976 году, я возглавил дизайнерский отдел. Я уже и забыла об этом. И первые два года моего пребывания здесь, я также ездил с Канатом везде. И я записывал все, что он говорил. И у меня дома есть целое собрание выписанных определений, которые сказали разные люди, включая вас с Канатом. И сегодня я хотел дать определение истинному процветанию. Что такое истинное процветание? Каждое из этих пяти определений, которые я слышал, сказали вы с Канатом. И я их записал. Первое. Истинное процветание — это способность использовать силу Божью, чтобы восполнять нужды человечества во всех сферах жизни. в духовном, душевном, физическом, финансовом и социальном планах. Я видел, как вы с Канатом поступали так все 35 лет, которые я был здесь. Вы с Канатом в даянии действуете на таком уровне, с таким сердцем, чтобы давать, завоевывать людей для Бога при помощи финансов. И при помощи финансов благословлять людей. Куда бы мы с Терри не приехали, в любую часть мира, где бы ни заговорили о Канате и Глории Копфланд, первое, что сразу же выясняется, это то, что деньги из этого служения уже послужили в том месте. Что вы уже кого-то поддержали там. Так что вы делаете именно то, что сказал Бог. Вы используете силу Божью, чтобы восполнять нужды человечества. Вот еще одно определение данное Канатом. Истинное процветание — это когда вы делаете своей потребностью вручить людям их спасение и накормить голодных Евангелиям. Много лет назад, когда Господь впервые проговорил Канату о том, что нужно отдавать 10% от финансов служения, Господь сказал ему, «Бери 10% от того, что приходит в служение, и служи этими финансами людям, которые не могут получить Слово Божие для себя, или отдавай их в другие служения, которые могут донести Слово Божие тем людям». И вы с Канатом были верны этому. Истинное процветание — это способность смотреть человеку открыто в лицо в момент, когда ему все кажется невозможным, и воспринимать его нужды как свои собственные. Это то, что сказал Кеннет на собрании несколько лет назад, что истинное процветание — смотрит на кого-то и говорит, «Что я могу для тебя сделать?» Таков брат Коупленд. «Как я могу тебе помочь?» Глория, я помню, как однажды у этого служения был особенно трудный период в финансовом плане. И мы проводили конференцию для верующих. Был первый или второй вечер конференции. У нас был особенный гость, музыкант, который служил нам на конференции. И Господь проговорил Каннету, сказав, «Отдай этому человеку все пожертвования за сегодняшний вечер». И я помню... А мы все среагировали, как? Точно. А поскольку я в то время был исполнительным директором, я непосредственно знал о финансовой ситуации. И на какое-то мгновение, на какой-то момент, когда он это сказал, моя реакция была... Затем я подумал, нет. Каннет знает, что нам нужно посеять семя. Он отважный даятель, отчаянный даятель. Это хорошо сказано. Отважный. И я стремлюсь к тому, Глория. Аминь. Чтобы быть таким же даятелем, как вы с Каннетом. Истинное процветание. Подразумевает хождение с Богом. Чтобы быть в состоянии... И оснащенным делать для других все, что нужно Богу. Когда бы это ему не понадобилось, и с помощью чего бы это ему не понадобилось. И знаете, у Каннета лежит на сердце Гаити. Чтобы люди на Гаити спаслись. И я разделяю в своем сердце это желание. Сделать все, что мы можем. Чтобы донести Слово Божье до того народа. Чтобы буквально дотянуться до него. Вот в чем суть процветания. За один день изменить страну. И это возможно. Вы можете это сделать так же при помощи финансов. Деньги и Слово Божье сработают. Деньги и Слово Божье. Это сработает. Итак, истинное процветание заключается не в том, что вы можете оплатить свои счета и поддерживать свое тело здоровым для того, чтобы лежать и комфортно смотреть телевизор. Бог дал нам процветание не для того, чтобы, выбравшись из долгов, мы залезли в еще большие долги. Он дает нам процветание не для того, чтобы мы могли покупать, покупать и покупать. Он дает нам процветание, чтобы мы могли давать, давать и давать. И когда мы даем, даем и даем, мы все больше и больше и больше испытываем приумножениях. Мы должны постоянно пускать хлеб свой по водам. Да. И вскоре он вернется. Вернется. Во всех отношениях. О, благодаря вам, не захотелось петь. Пой, Джордж, пой. Глория, наша мотивация для накопления — это распространение. В этом наше сердце. В этом сердце нашего служения. В этом сердце праведных, которые знают, что делать с богатством Божьим. Их мотивация для накопления — это распространение. Нет ничего плохого в кладовых. Но если вы будете их запирать на ключи и не пускать свои кладовые Бога, то они иссякнут. Мы с Терри раздаем из наших кладовых. Помню, как однажды на конференции... И вообще, конференция — это прекрасное время для даяния. Да, верно. Я помню, как однажды мы вместе с вами верили Богу о бюджете этой конференции. И когда мы сидели на одном из собраний, Терри обернулась ко мне и сказала, «Джордж, я верю, что нам нужно отдать все наши сбережения на счетах в этом пожертвовании». Моя реакция была... Она немного опережала меня в этом. И я усвоил урок. Иногда это очень полезно. Бывало, разговаривая с Терри, я говорил, «Терри, я верю, что нам нужно дать что-то тому и тому». И она удивлялась. Я думал, «О, я чего-то достиг в этом». Соберясь, что ты возрастаешь. И мы это сделали. На том собрании. Мы отдали все, что было у нас на счету. Но не прошло много времени, и Глория, как он у нас снова был полон. Слава Богу, именно так это работает. Такова наша жизнь. Билли Брим недавно делилась об этом. Это произошло, когда вы были на собрании. Собрании восстановления и почитания в Вашингтоне. И Билли Брим рассказывала об этом в центре Кеннеди. Когда вы были в центре Кеннеди, она рассказала, что в зале, полном служителе, выступал один раввин. И я процитирую, что сказал тот раввин. Он делился тем, как Слово Божие приказывает нам зарабатывать деньги, потому что мы – Божьи слуги на земле. И на нас лежит ответственность распространять Божьи богатства. Это сказал один раввин на собрании, на котором вы были в Вашингтоне. Итак, мы являемся распространителями Божьего богатства. Позвольте, я прочитаю несколько мест Писания из этих заметок. Хорошо. В расширенном переводе во втором стихе в 12 главе книги Бытия Бог сказал Авраму. «Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя умножением благоволения, и возвеличу имя Твое, и сделай его известным, и будешь Ты в благословении, делая добро другим». Слава Богу. Глория – это одна из самых замечательных вещей. Быть в состоянии давать другим. Это правда, Джордж. Это замечательно сказать кому-то, сколько ты в месяц выплачиваешь по кредиту, и сказать ему, я позабочусь об этом, я заплачу. Принести в их жизнь облегчение, быть распространителем. В этом суть процветания. В четвертом стихе, второй главы послания к филиппийцам сказано, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». В расширенном переводе сказано, «Заботьтесь не только о своих интересах, но также каждый об интересах других». И именно это я видел, как все эти годы делаете вы с Канетом. Вы были блестящим примером для всех нас. Слава Богу. То, как вы вели себя, та честность, в которой вы ходили, столько людей рассказывают мне об этом. Они рассказывают мне о честности, Канетой и Глории, о порядочности. Вы никогда не выпрашивали финансы. Вы принимали пожертвования, как мы принимаем пожертвования в церкви, на собраниях, но вы никогда не выпрашивали. Вы никогда не обращались к людям со словами, «Нам необходимо это, иначе мы вылетим в трубу». Это было примером истинного процветания для всех нас, кто находится в служении. Папа Богу. Послание Галатам 6.10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье». Своим поверье. Несколько лет назад я был на конференции, на нашей конференции в одном здании, еще до того, как они проводили здание церкви, и когда Крифл Доллар встал и отдал все до копейки, что было на сберегательном счете церкви, его церкви, чтобы мы могли купить «Сайтейшн Тен» — новый самолет. Вы это помните? Вы помните, как Крифл Доллар это сделал? Он опустошил счет. Он встал перед всеми служителями и сказал, «Господь только что проговорил ко мне и сказал, «Опустоши счет, и посейте деньги на самолет для миссии Каната Копланда». Он поставил миссию Каната Копланда выше своих нужд. И Бог продолжает благословлять Крифл Доллара. Бог продолжает его благословлять. И вы с Канатом посеяли более 30 самолетов. Подумайте об этом. Слава Богу. Более 30 самолетов было посеяно вами. Да, другие служения. Вы приняли нужды других и поставили их выше своих нужд. Но Бог продолжал обеспечивать и обеспечивать. Я знаю, что бывали времена, хотя я не был здесь с вами с самых первых дней, но я знаю, что эти самолеты были инструментами служения, чтобы доставлять вас, куда вам было нужно. Да. И мы продолжали приумножаться. Да, вы продолжали переживать умножение. Потому что мы продолжали сеять. И сейчас мы фактически летаем на самом быстром гражданском самолете в мире. Это благословение Господне. Не на самом большом, но на самом быстром. На самом быстром. Он достаточно большой для меня. Мне нравится скорость. Вот что Бог сделал для вас. Это возврат. Многие наши партнеры помогали нам приобрести этот Citation 10. И говорю вам, это было большим благословением. Но вы с Канатом сеяли по семени за один раз. По одной машине. Я говорю о семени. Да. По одному самолету. С этого все началось. Ваш успех. Говорят, что вы стали успешными за одну ночь. Но это была самая длинная ночь. Да. К счастью, я присутствовал при этом. Все эти годы я находился в служении. Расскажи мне правду. У тебя иногда спирала дыхания, когда Кеннет говорил, посейте это, отдайте это, пошлите это тому-то, тому-то. Мы уже привыкли к этому образу жизни, который нас здесь окружает, в этом служении. Я уже достиг такого состояния, когда я просто жду, что он скажет, посей это, или посей то, или сделай это, или сделай то. Я помню, Глория, как это служение должно было вот-вот аккумулировать всю сумму на покупку этого самолета Citation 10. И у нас в то время был другой самолет. И Господь проговорил Кеннету, сказав, посей тот самолет, который у вас сейчас есть. А у нас у всех в тот момент возникли такие мысли. Мы могли бы его продать. Но вы с Кеннетом сказали, нет, нет, нужно знать, когда сеять. Да. Нужно знать, когда время сеять. Нам нужно написать об этом песню, Джордж. Ты поработаешь над этим? Вы должны знать, когда сеять, и вы должны знать, когда пожинать урожай. Это правда. И вот о чем я говорю, что вы с Кеннетом, в этом и есть суть процветания, истинного процветания. Ставить нужды других выше своих нужд. Конечно. Но Бог все равно всегда заботился о вас. Мы никогда не нуждались. И мы с Терри буквально шли по вашим следам. Мы посеяли много машин. Мы просто сеяли машины. Я помню, как однажды мы посеяли дом. Мы просто отдали, посеяли наш дом. Сначала мы выплатили за него все, что нужно было выплатить. А затем посеяли его. Хотя в перспективе другого дома не было. Это была истинная вера, Джордж. Я помню, как я пришел к вам и сказал, «Глория, Господь проговорил к нам, чтобы мы посеяли, отдали наш дом». И вы сказали мне, «Джордж, это большое семя». Я сказала тебе правду. И вы улыбнулись. Я поговорил об этом также с Каннетом. И знаете, что он сказал? Он сказал, «Джордж, вы с Терри в согласии в отношении этого?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Хорошо». И Господь благословил нас. Мы сейчас живем в прекрасном доме. Мы живем в прекрасном доме. И говорю вам, Библия работает. Библия работает. Она работает. Она сработает и для нас. И это сработало для нас. 24 стиль, 10 глава 1 послания к Алифинам. «Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». И в одном из других переводов у меня написано, «Пусть никто не будет нацелен на свою выгоду, но пусть каждый ищет добра для других». Именно этому вы нас научили. Искать добра для других. Слава Богу. Мне нравится вот эта цитата Кеннета. Конечно же, я записываю ваши фразы. Я все записываю. «Жизнь человека состоит не в избытке того, чем он владеет, а в избытке того, что он сеет». И в этом суть истинного процветания. Это хорошо. Даяние. Это очень важно. Даяние – это суть процветания. Местописание, которое мы для этого использовали, это 11 стих 9 главы 2 послания Коринфянам. В новом живом переводе сказано, что в результате даяния вы будете богаты во всех отношениях, чтобы вы могли быть щедрыми при любой возможности, и через нашу щедрость будет идти благодарность Богу. Слава Богу. Так что конечным результатом нашего процветания, Глория, должна быть наша возможность сеять. И мы можем быть щедрыми. Мы сеем, и мы это можем делать. И результатом нашей щедрости будет благодарность Богу. Благодарность. Благодарение Богу. Потому что я знаю, что очень часто, когда вы сеяли в чью-то жизнь, в чьи-то служения, когда к ним приходил по почте этот чек, они смотрели на него и видели, что это чек от миссии Каната Копланда, и они воздавали благодарение Богу. Слава Богу. Мы были в таком положении, когда счета были такими большими, что у нас не было денег оплатить их. И для нас большая радость быть способными облегчить это состояние у других людей. И, конечно, Кеннет очень много в этом сделал. Ты прочитал расширенный перевод этого места? Он такой хороший. Прочитайте его нам, Глория. Это расширенный перевод 8 стиха 9 главы 2 послания Коринфянам. Мы бы схватили на главную Estávamo 시 psychicа ĐF располагая в достаточном количестве, чтобы не нуждаться в помощи или поддержи. И снабжены в избытке для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Это Божий план для нас. Это совершенная воля Божия для нас с вами, чтобы мы имели в достаточном количестве, чтобы не нуждаться в помощи или поддержи. Иначе говоря, наши нужды восволнены, и мы имеем избыток, чтобы сеять в каждое благое дело. Мы не хотим, чтобы благие дела блокировались из-за денег. Есть еще одно местописание в книге притчи, которое пришло ко мне, по-моему, 11 глава притчи. Да, да, вот оно. Притча 11, 24. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется». Это план Божий. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет». Итак, мы здесь видим, что суть процветания в даянии. И даже когда мы отдаем, это продолжает к нам приходить, приходить и приходить. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Глория, вы попросили меня дернуть за рычаг, как учил Лерой Томпсон. Да, но давай сначала поговорим о наводнении, а затем дернем за рычаг. Кеннет смотрит нас. Мы с Джорджем должны быть осторожны. Кеннет смотрит, а это он рассказал мне о наводнении. Какое это было местописание? Нет, это была не струйка. Не струйка. Не струйка. Вы это записали. Что это было? Не струйка, не ручей, не река. Не струйка, не ручей. А целый поток. А поток. Наводнение. Кеннет сказал, что наводнение — это когда все хранилища полны и переливаются через край во время наводнения. Да, во время наводнения. Помнишь, он приводил в пример озеро Мид, озеро Пауэлл, большие озера. На них стоит плотина и много воды. Да. Они очень большие, это так удивительно, но они наполнены. И когда плотину прорывает, поток становится неконтролируемым, и наступает наводнение. Этого стараются не допустить, но это хорошо изображает происходящее. Не струйка. Как там сказано? Не струйка. Не струйка, не ручейок. Не ручейок. Не река. Не река. А поток. Вот чего мы ожидаем. Потока. Мы в наводнении. Мы в наводнении. И Джордж собирается показать вам то, чему научил нас Лерой Томпсон. Он является пастором Большой Церкви Веры в штате Луизиана. И Лерой получил откровение насчет денег. Да, как-то Лерой стоял в очереди в магазине. Три минуты. Хорошо, три минуты. Лерой стоял в очереди в продуктовом магазине, и перед ним стоял человек, который покупал пиво. И тот человек, заплатив столько, сколько ему было положено, обернулся к Лерой и сказал, «Деньги уходят, не так ли?» И Лерой сказал, «Да, деньги уходят». И когда он шел к парковке, Господь исправил его, сказав, «Нет, деньги приходят». И затем он сказал, что это было пророческим словом для тела Христова. «Деньги приходят ко мне сейчас». И он сказал, что ты должен словно дернуть этот рычаг. Хорошо. Как рычаг на автомате. Хорошо, сейчас приготовьтесь. Джордж будет дергать за рычаг, и мы сделаем это вместе с ним. Я сделаю это с тобой. Возьмите за рычаг и скажите, «Деньги приходят ко мне сейчас». «Деньги приходят ко мне сейчас». Еще раз. «Деньги приходят ко мне сейчас». А затем мы просто кричим и восклицаем в церкви. Да. Аминь. Пастора, дергайся за рычаг в церкви. Слава Богу. Да, верно. Знаете, Глория, в сентябре прошлого года я целый месяц проповедовал об этом в церкви. А затем Господь сказал мне... Ты дергал за рычаг? Да, мы дергали за этот рычаг. Хорошо. И затем Господь сказал это повторить в октябре. И пасторам нужно знать. Вместо того, чтобы взывать к своим прихожанам, «Вы должны давать, вы должны давать!» Просто проповедуйте им о процветании. Наверное. И Господь, Господь даст им все необходимое. Только в сентябре, Глория, к нам пришло на 10 тысяч долларов больше. Они пришли в церковь неожиданно. Слава Богу. Поэтому продолжайте проповедовать об этом в своей церкви. И это полностью преобразит вашу церковь. Проповедуйте об этом дома, своей семье. Мы с Терри проповедуем об этом друг другу, когда сидим за обеденным столом. Да. Проповедуйте это самому себе. Деньги приходят ко мне сейчас. Еще раз. Деньги приходят ко мне сейчас. Спасибо тебе, Лерой. Мы это ценим. И когда деньги к нам приходят, тогда мы можем быть щедрыми. Да. Даже такой простой поступок может перенести вас на сторону веры. Разве ты не сделал что-то с тобой, когда мы так делали? Конечно, делает. Это возгревает. Это переносит вас на сторону веры. Спасибо.